В Беларуси продолжается вакцинация против COVID-19. Минздрав получил из России разрешение на использование 180 тысяч доз второго компонента препарата «Спутник ВИМ». Специалисты доставили партии во все регионы. В стране порядка 700 тысяч человек уже получили первый антиковидный укол. Абитурентам разрешили исправить в два раза больше ошибок на ЦТ. Теперь число увеличено до четырёх. Кроме того, в постановлении Совмина уточнены требования к аудиториям, в которых планируется проведение испытания, а также порядок выдачи сертификата. Централизованное тестирование, напомним, начнётся 16 июня с белорусского языка. В Беларуси с этого дня повышаются цены на автомобильное топливо. Они выросли на одну копейку. Так, цена 92-го бензина составляет рубль 87 копеек, 95-го – рубль 97, 98-го – 2 рубля 19 копеек. Дизельное топливо обойдётся в рубль 97. В деревне Стасевка Бобруйского района горел сарай. О ЧП сообщила 83-летняя хозяйка. Укротить пламя попытались соседи, но самостоятельно справиться с огнём не получилось. Прибывшие на место спасатели потушили строение. В результате пожара уничтожена кровля и повреждены стены. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается. Бобруйская Белшина продолжает своё выступление в первой лиге. В рамках девятого тура бобруйщане гостили в Орше. В поединке с одноимённым клубом «Красно-чёрные» одержали волевую победу со счётом 1-0. Сейчас шинники занимают третье место в турнирной таблице. Следующий матч подопечная Виталия Павлова проведут 19 июня против Лиды. Начало в 16.00 на стадионе «Спартак».